Дорожное покрытие без ям, выбоин и непроходимых луж – это, наверное, мечта всех автомобилистов и пешеходов. В Краснодарском крае активно борются со второй российской бедой. Каждый год при помощи краевых программ ремонтируются многие километры дорог на территории всей Кубани. В Лобинске в этом году обновили улицы Пушкина и Международную. Работы предусматривали собой замену дорожного полотна, также ремонт тротуаров, замена бордюрного камня. Везде, где тротуары ремонтировались, делались обязательно обустройства, выполнялось пандусов для инвалидов. Это было обязательное наше условие. После процесса торгов образовалась экономия, на которой сейчас, на данный момент, выполняются работы на улице Делегатской. В районе Черемушек поменяли дорожное покрытие. По обеим сторонам отремонтировали тротуары, установили новые бордюры и съезды с тротуаров. Парковочные места у торговых точек. Администрация города Лобинска в этом году по программе получила порядка 6 миллионов рублей с субсидий краевого бюджета. И плюс субсидия городского бюджета составила 20%, это еще полтора миллиона. То есть в общей сложности около 8 миллионов было выделено на капитальный ремонт этих трех объектов. Пушкина, международная и Делегатская. После процесса торгов, как я уже говорил выше, у нас образовалась экономия около полутора миллионов рублей. Собственно, вот здесь эти все мероприятия, мы попытались учесть все, что возможно, потому что и цены тоже разные, но на все пошли на то, чтобы здесь выполнить максимально большой объем работы. На улице Делегатской отремонтировали около 700 метров дорожного полотна. Всего в городе по краевой программе капитального ремонта в этом году улучшили почти полтора километра дорог. Плюс к этому в Лобинске занимались и занимаются ямочным ремонтом. В рамках благоустройства возвели еще одну важную конструкцию – пандус к выставочному залу. Большое внимание уделяется безбарьерной среде, инвалидов. И в этом году также на выставочный зал было много пожеланий, нам поступило и обращение, чтобы сделать приемлемый подход для инвалидов в выставочный зал, который находится в городском парке. Теперь выставочный зал смогут посещать все любители искусства, в их числе и те, кто передвигается на колясках. В ближайшее время у нас появится возможность принимать новых посетителей, тех людей, которые по техническим возможностям до сих пор не могли к нам попасть. И в основном знакомились с нашими работами виртуально. Теперь мы сможем принять всех желающих. На этом дело не закончится. В будущем еще в одном социальном объекте планируется установить пандус. Сейчас планируется у нас делать проектно-сменная документация на городской дом культуры. Мы там будем делать еще подвездной пандус. Во всех ГДК, в принципе, города Лобинска, уже в 50% эти пандусы установлены. Остальные сейчас проходят проектно-сменную документацию.